Всем привет! Вы на канале DILDU и сегодня мы с вами поговорим о многофункциональной отрезной машине от компании Milwaukee. Друзья, новиночка, новиночка с пылу с жару, только приехала в Россию. Поехали! Модель называется M12FCOT. Мы покупали эту отрезную машину в максимальной комплектации, в которую входит кожух, сама тушка, один 2-амперный аккумулятор, один 4-амперный аккумулятор, шестигранник для смены дисков, непосредственно три диска. Один по металлу, причем пилить можно и сталь, и мягкие металлы, и нержавеющую сталь. Второй диск идет для сухого реза, сегментированный, то есть для резки стен, пола и так далее. На самом деле резать штробы им занятие достаточно сомнительное, потому что глубина пропила у него 16 мм. Это точно не будет заменой штроборезу, даже в самых компактных и самых минимальных задачах. Это сделано для того, чтобы где-то подрезать плитку, где-то освободить какой-то шов, расчистить. То есть это точно не для утапливания кабелей, потому что кабели должны быть уложены в гофре, а гофра минимальная 16 мм. То есть, ну, прямо в притирку. Ну и третий диск, это диск для мокрой резки, для резки плитки, керамогранита и камня. Это модель на 12-вольтовой платформе, это достаточно новая модель, она только приехала в Россию. Соответственно, мы до этого изучали очень много видео о ней, которые были с презентациями Локи в США. И те блогеры и рабочие в США, которые получили ее раньше, тоже выкладывали много видео о ней. В принципе, этот инструмент нас впечатлил, поэтому как только он появился в России, мы сразу обзавелись такой единицей. Модель очень компактная, ей очень легко оперировать одной рукой. Нет совершенно никакой тяги в одну или в другую сторону из-за поперечного расположения двигателя. То есть, как на болгарке, нет такого, что вы включаете, в руке вводите и начинает куда-то тянуть в сторону руку. Здесь такого нет. Совершенно спокойно, удобно. Одной рукой можно оперировать и делать совершенно любые резы вообще без какого-то дискомфорта. Вес данного инструмента всего 1,1 килограмма. И длина его всего 226 миллиметров. Очень компактный инструмент. Пока его в руке не почувствуешь, пока что-то им не порежешь, очень сложно передать, на самом деле, насколько он удобный и насколько он эргономичный. Даже несмотря на то, что у него аккумулятор входит в рукоятку. Поставляется данная отрезная машина в HD кейсе, то есть в Heavy Duty кейсе. Обороты у этой отрезной машины от 0 до 20 тысяч. Достаточно оборотистый инструмент. Диаметр диска 70 миллиметров внешний и 10 миллиметров внутренний. Кому может пригодиться данная отрезная машина? Я думаю, что любой профессиональной бригаде, многопрофильной и, в принципе, плиточником. Очень легко оперировать ею одной рукой. То есть одной рукой держишь плитку, второй режешь. Просто превосходно. Опять же, в нашем случае мы ее купили, потому что мы работаем в торговых центрах в основном. И днем, если мы работаем, шуметь нельзя. Можно взять ее в одну руку, выйти с плиткой куда-нибудь в зону разгрузки или на улице. Просто отрезать в экстренном случае что-то и не приостанавливать при этом процесс работы. В принципе, незаменимая вещь гораздо для нас, к примеру, полезнее, чем мультитул. Мы его тоже используем. Мы его используем достаточно часто, но эту вещь будем использовать с большим удовольствием. И она нам принесет в бригаде больше пользы. Основной кожух здесь не вращается на 360 градусов. Диапазон его вращения ограничивается примерно 20 градусами. Просто для удобства, смотря, куда вы подлезаете, как держите инструмент в руке. На корпусе рядом с кожухом также есть кнопка блокировки. Вы блокируете вращение для смены диска, используя шестигранник, который идет в комплекте. Также, как и у любых других инструментов серии М12, индикация заряда батареи находится на самом корпусе, на самой тушке. Для того, чтобы вам выбрать от себя или на себя искры, смотря в какую сторону вы пилите и какой рукой, используется реверс. Направление реза меняется достаточно удобно на рукоятке, так же, как на шуруповертах, перфораторах и так далее. И у нее также есть центральное положение, которое позволяет блокировать кнопку. Вы можете пилить от себя, на себя, смотря в какой руке вы держите отрезную машину и в какую сторону вы пилите, так, чтобы пилить правильно. Защитный кожух с пылеотведением, который идет дополнительно в комплекте, одевается на самом деле на отрезную машину очень легко и очень быстро. Освобождается шайба, подымается кожух до конца, надевается на отрезную машину и защелкивается. Кожух также можно использовать как погружной, то есть, что позволит полностью избавиться от вылета из-под него пыли именно в момент посадки его, именно в момент пропила. Это очень удобно. И также на нем есть крышка, сняв которую вы можете подключить пылесос, ну и, соответственно, пилить совершенно без какой-либо пыли, иначе от него не было бы никакого смысла. Кожух снимается при помощи нажатия кнопки, снимается блокировка и дополнительный кожух пылеотведения снимается с основного кожуха. Крепится и держится он на нем достаточно хорошо. Платформа выполнена из нержавеющей стали, что, в принципе, обещает быть долговечным. Зарядное устройство в комплект входит обычное, не универсальное, которое идет и под М18, и под М12, и заряжает она на 100% аккумуляторы за 80 минут. Поработав этим инструментом, мы можем сказать следующее, что пока что, на наш взгляд, единственный недостаток – это подсветка. Подсветка. Опять же, как это банально бы не звучало, опять разговор о подсветке. Потому что она сделана по центру корпуса, и она бьет пятном вперед. На наш взгляд, можно было бы немного ее развернуть по отношению к диску, и она тогда освещала бы четко линию реза. Это было бы гораздо удобнее, но, наверное, никто не хотел заморачиваться. Да, видно, да, освещается зона вокруг, но, опять же, именно линия реза видна достаточно плохо. Особенно, если вы будете держать отрезную машину правой рукой и будете смотреть на диск, подсветка будет оставаться за диском. То есть, линия реза для вас будет в темной зоне. Ну и, собственно, второй весомый недостаток для нас – это отсутствие на нем клипсы. Пускай она была бы поменьше, чем у обычных больших серий М18. Пускай она была бы так же, как на шуруповертах М12, чуть покомпактнее, но она должна была здесь быть. Этот инструмент мы с удовольствием будем использовать наверху на турах при монтаже вентиляции, обрезка, шпилек. Это гораздо удобнее, чем туда таскать болгарку наверх. Это компактнее. Это можно одной рукой держать шпильку, второй рукой резать спокойно, вообще без никаких проблем. И не нарушая технику безопасности. Поэтому серьезный косяк. Нет клипсы, нет под нее штатного посадочного места. Опять же, вряд ли кто-то будет сверлить корпус отрезной машины за 30 плюс тысяч рублей. Бред. Естественно. Еще небольшой минус, в принципе, к логистике компании «Милоки» в России – это то, что отрезная машина приехала сейчас, а дополнительная оснастка к ней приедет в конце октября, в начале ноября. What the fuck is this? Нам на самом деле немножко непонятно. Да, мы ее сейчас купили не для основных суперзадач, но если, к примеру, у нас сейчас закончатся диски, мы просто их сотрем все. Неважно, что мы будем резать, мы просто останемся без оснастки. Не знаю, с чем это связано, возможно, какие-то проблемы с таможней, но тем не менее есть минус налицо. Есть инструмент, у которого оснастка будет только через месяц. Ну что же, если кого-то заинтересовала данная отрезная машина, цена на нее сейчас 32 400 рублей. Ссылку, где вы можете ее приобрести, я оставлю в описании. Также в описании будет промокод, воспользовавшись которым, вы получите гарантированную 10% скидку. Также вы получите бесплатную доставку по Москве. И если вы из регионов, вы тоже можете оформить доставку. Ну что же, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, врубайте все подряд. Дальше будет веселее. Дальше будет также новый инструмент, который только будет приезжать в Россию. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok